Многие люди верят в приметы, связанные с пятницей 13-го. Некоторые, не желая нарваться на неприятности, стараются не выходить из дома в этот день. Что думают об этом тверичане и в какие приметы еще верят жители нашего города? Мнение психологов на этот счет узнаете в следующем сюжете. У многих есть фобия, связанная с боязнью даты пятницы 13-го. Не перебрасывать соль через плечо, не ставить ботинки на стул и не путешествовать. Если верить суеверием, это лишь малый перечень того, что не стоит делать в пятницу 13-го. А что думают об этом тверичане? Я считаю, что это на самом деле предрассудки, и в это я абсолютно не верю. Я живу, как в обычном дне. Мы не верим. Вообще не суеверные мы. Спокойно. То есть не верите, да? Ну нет. Все хорошо, день хороший, погода хорошая. Солнышко. Как-то мы в это не верим. Однако в некоторые приметы жители нашего города все-таки верят. Какие приметы верите? Ну вот про мусор на ночь, то, что цветы поливаются в первой половине дня, верю. А что это значит? Не знаю. Не знаю, что это значит. Верю. Про соль верю. Про падение столовых приборов верю. То, что к гостям и так далее. Вот в такое верю. Веник кверху стоит в уголке. Это к деньгам. Вы это верите, да? Сегодня, как выяснилось, даже многие крупные бизнесмены сверяют свои поступки с разными предсказателями. Предприниматели обращаются к астрологам, нумерологам, торологам и магам, полагая, что эзотерические практики могут помочь им в деловых задачах. Такие данные опубликовали по итогам исследования, которые провела одна отечественная компания. Почти четверть российских предпринимателей верит в карты Таро. По мнению психологов, это некая возможность переложить ответственность за свои действия на других. Эффект плацебо никто не отменял, если про достоверность. Люди же верят в то, что им говорят. Многие верят в то, что говорят. Это тоже часть перекладывания, во-первых, ответственности. Карты Таро, они же не просто сами появляются. Есть те, кто раскладывают эти карты. И они тоже часто смотрят на то, в каком состоянии человек, какую задачу он дает. Если при этом они хорошие психологи, то это такая больше психологическая, может быть, консультация. По словам специалистов, каждый человек сам решает, верит в суеверие или нет. Для одних это часть культуры и традиций. Для других способ окунуться во что-то мистическое.